Здравствуйте! Это программа «Ваш вопрос». Меня зовут Ольга Штополь. Мы работаем в прямом эфире. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. День медика – еще один повод сказать спасибо тем, кто каждый день спасает жизни. Итак, сегодня мы ждем от телезрителей именно тех, кто, по их мнению, лучший в профессии. Напоминаю, телефоны прямого эфира. Для жителей города Барнаула – 5500, для жителя Алтайского края – 8800-7802. Звонок бесплатный. Ждем ваших звонков. А я хочу представить гостей в нашей студии, тех, кого сами врачи считают настоящими профессионалами. Итак, сегодня у нас в студии на вопросы телезрителей и рассказывает о том, как пришла в эту профессию. Сегодня нам рассказывает Татьяна Аннуфриева, старшая медсестра отделения городской клинической больницы. Краевую. Краевую клиническую больницу. Да, спасибо большое, что поправились. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. У нас в гостях Ирина Алексеевна Дегтярюк – это фельдшер из Павловского района. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в гостях Осанова Татьяна Алексеевна. Она заместитель главного врача Алтайской краевой клинической детской больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. И, наконец, у нас в студии Андрей Бойко, заведующий детским хирургическим отделением детской городской клинической больницы номер 7. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Все правильно? Здравствуйте. Да. Итак, первый вопрос, который интересовал нас всех перед эфиром. Действительно ли каждый врач знает клятву Гиппократа? Действительно ли те самые слова, я не знаю, там он произносит каждый раз, когда собирается на работу, или это не так? Итак, мои дорогие гости, клятва Гиппократа знакома? Клятва Гиппократа, она знакома, она знакома в другом виде. Раньше мы давали клятву советского врача, дали клятву врача Российской Федерации. На сегодняшний день это модифицированная клятва Гиппократа. Но основным постулатом клятвы Гиппократа является «но, ноцер, не навреди». Это касается уважительного отношения прежде всего к своим учителям, к его окружению, к его родным, уважения к пациентам вне зависимости от рас, ополы, национальной принадлежности, вероисповедания. Ну и основные постулаты являются «против абортов» и «против автонасии». Собственно говоря, актуально и с тех времен, и на сегодняшний день, действительно. Ирина Алексеевна, а вы-то помните, как произносили клятву Гиппократа? Гиппократа было такое или вам не пришлось? Было? Нет, было, конечно, когда заканчивали училище. И перед вручением диплома мы произносили клятву Гиппократа. Я это помню, но самое основное, наверное, что осталось в моей жизни и что идет, наверное, со мной по пути, всю жизнь не навреди. Это я полностью согласна. И каждый раз, когда я подхожу к пациенту или пытаюсь что-то сделать или принять какое-то решение, я всегда думаю, и, может быть, поэтому какое-то есть сомнение. Я считаю, что, наверное, медицинский работник, который перестанет сомневаться или перестанет быть уверенным в себе, или, наоборот, будет уверен в себе и скажет, что это вот мой диагноз, ну, наверное, на это медицинский работник закончится. Какое-то сомнение должно быть и всегда должно быть. Не навредим ли мы ему, делав так или сделав так. Поэтому вот так вот клятва идет все-таки по жизни, я думаю, и будет идти, наверное, до конца. Спасибо большое, Елена Алексеевна. А я вот хочу спросить, а у медицинских сестер клятвы Гиппократа это актуально? Конечно, актуально. Я в своей жизни клятву Гиппократа выставила два раза. В 1992 году я закончила английское медицинское училище и закончила наш Барнаульский вуз. Поэтому два раза, конечно, актуально. Ну, и Татьяна Алексеевна, помните, как вы давали клятву Гиппократа? Конечно. После окончания института я как раз староста курса была, организовывала, так сказать, вот все это мероприятие торжественное. В памяти осталось фотографии. Действительно наизусть учат? Да, наизусть. И мы так говорили хором, всем курсом. Даже сейчас перед глазами стоит все это. И правильно сказали мои коллеги, что как бы то ни было, действительно в жизни каждого врача она сопровождает тебя. И как-то уверенности придает, да, и действительно актуальны в наше время. Уважаемые гости, вот что хочу сказать. Сейчас уже в преддверии Дня медика звучат имена, фамилии тех врачей, да, которые как-то уже отмечены, да, в профессиональном плане. Звучат названия медицинских учреждений, возможно, которые оказывают не высокотехнологичную помощь, да, а просто медицинских учреждений, которые оказывают качественную помощь. Вот я хочу сказать, что не так давно, накануне Дня России, в Барнауле медики получили награды и благодарственные письма, там, 5 человек. И вот об одном из таких людей мы сняли сюжет, посмотрели, как он работает, это ваш коллега, давайте сейчас все вместе посмотрим на его, там, рабочий день, буквально кусочек этого рабочего дня и поговорим с вами. Давайте посмотрим. За его плечами десятки тысяч спасенных жизней. Говорит, это не подвиг, это работа, долг. Геннадий Игнатьев – врач кардиологической бригады. Работает на скорой помощи уже 42 года. Стать доктором решил еще в детстве. А на вопрос, почему выбрал все же эту профессию, может ответить легко, просто рассказав о любом рабочем дне. Реанимация успешная у больного 28 лет, который лежал без сознания у своего дома, был обнаружен родителями. Мы его взяли в машину, начали проводить реанимационные мероприятия. Была остановка сердца, асистолия. В течение 30 минут мы с ним занимались и, казалось бы, уже будет все плохой результат, но где-то на 30-й минуте он задышал. Видишь результаты своей работы, и на душе становится тепло. За высокий профессионализм Геннадий Игнатьев удостоен почетного звания заслуженный врач Российской Федерации. Награду вручил губернатор Александр Карлин. Мы учимся у таких людей ответственности, трудолюбию и оптимизму. Уверен, что полученные вами сегодня высокие государственные награды России и награды Алтайского края станут стимулом для покорения новых высот профессии. В День России государственные и краевые награды получили врачи, аграрии, педагоги и деятели искусств. Всего 34 человека. Медали благодарности увезут почти во все районы Алтайского края. Я напоминаю, это программа «Ваш вопрос». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня говорим о медиках, которые работают в Алтайском крае. Напоминаю, телефоны прямого эфира. Для жителей города Барнаула, 5-5-0. Для жителей Алтайского края, 8-800-718-02. Вы можете сказать все теплые слова, которые у вас есть в адрес врачей. Итак, я возвращаюсь к гостям нашей студии. Мы сейчас посмотрели видеосюжет, и вот герой говорил, что это не работает, призвание. Работать 42 года на скорой медицинской помощи просто так, это невозможно. Человек должен хотеть приходить туда каждый день. А вы помните, почему вы стали врачами? Почему вы пришли в медицинский? Я вот не знаю, я так вот смотрю все-таки на Татьяну Владимировну, и она так мне понимающе кивает головой. Да и знаете, ну как-то это, наверное, с детства мне хотелось быть в медицине. Не скажу, что врачом там или как-то. Но вот играла я в куклы и всем им ставила уколы. И поэтому как бы вот в свое время я не поступила. Пошла в медучилище. После окончания медучилища приехала в Барнаул, в краевую больницу, с условием, что, конечно, когда-то я закончу институт. В конце концов я его закончила. Хотя вот родственников никого в медицине у меня нет. Ну вот так сложилось. А ваша семья, я знаю, что ваш муж? Муж врач-уролог. Ну и сын, конечно, хочет поступить тоже в мединститут. Он в этом году заканчивает 11 класс. Хотя мы его как-то отговаривали. Но чтобы он лето провел с пользой у нас, я его устроила в краевую больницу, в оперблок. Ему очень понравилось. То есть ничем невозможно переубедить даже присутствием в оперблоке. Да, ему нравится сосудистая хирургия. И поэтому мы, конечно, после сдачи экзаменов будем пробовать поступление в наш барнаульский вуз. Очень сильно. Я вот хочу перейти к Татьяне Алексеевне. Татьяне Алексеевне, а вы почему стали медиком? Я даже не помню, у меня никогда не было сомнений в том, что я буду врачом, врачом-педиатром. И после окончания института я работала три года в одном из отдаленных районов нашего края, Ильцовском, центральной районной больнице. Врачом-педиатром начала работать, районом-педиатром, заместителем главного врача. А вот как раз работа в сельском здравоохранении, практическом сельском здравоохранении, определила мою дальнейшую специфику в работе организатора здравоохранения. Потому что те проблемы, которые есть в сельском здравоохранении, они проблемы всего здравоохранения. Потому что основа нашего здравоохранения в крае – это, конечно, сельское здравоохранение. И решить эти проблемы без фундаментальных знаний в области организации здравоохранения невозможно. Поэтому я закончила клиническую ординатуру по организации здравоохранения, кандидатскую диссертацию защитила. И вот уже более 30 лет работаю организатором здравоохранения. У вас семья тоже медицинская? Муж у меня терапевт, работал тоже организатором, главным врачом Краевой больницы психиатрической. В настоящее время на заслуженном отдыхе. Я вас понимаю. Мне сейчас подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Роман. Очень приятно, Роман. Где вы живете? Город Барнаул. Мы вас слушаем, ваш вопрос. Я бы хотел поздравить всех медицинских работников с их профессиональным праздником. Пожелать им здоровья, удачи во всех их начинаниях. Ну и вообще сказать, что у нас в Барнауле работают как бы лучшие хирурги. Потому что недавно у меня делали операцию на пендицин в Краевой больнице. И вот хирург в больнице Евгения, не помню, правда, его фамилию, операцию провел успешно. Я бы сказал, что это те люди, которые прождаются, можно сказать, золотыми руками. Спасибо большое, Роман, за отзыв. Очень приятно слышать такие слова. Спасибо огромное. Ну, мы продолжаем беседу. Если уж заговорили о хирургах, тогда к Андрею Владимировичу вопрос. Когда появилась мысль, что буду я хирургом? Ну, знаете, наверное, тогда, когда начал изучать биологию в школе и химию. У меня возникло желание именно быть врачом. Меня родители отговаривали. В то время была новомодна введена в такие профессии, как экономист, юрист. Юрист, прекрасная профессия. Да, но была новомодна. Можно было поступить. Но желание, и причем это самостоятельное взвешивание решения, было самостоятельно поступать в Алтайское государственное медицинское университет. Я никогда не жалел и не сожалел об этом, что я свою жизнь связал с профессией, потому что я считаю, что если ты пошел в медицину, необходимо ей полностью отдавать себя. Потому что медицина – это та область, где мы постоянно учимся, мы постоянно читаем книги, мы постоянно переживаем, и мы находимся всегда в тесном контакте с людьми, и прежде всего с нашими пациентами. Я рад, что моими пациентами являются дети. Это дети – те существа, которые всегда благодарны тому, что они выздоровели благодаря малой толике, малой попытке врача, да, помочь ему окрепнуть и перенести заболевание. Андрей Владимирович, а когда решили с детьми работать? Хирургия? Вы знаете, когда я был на собеседовании в мединституте, я хотел поступать на лечебный факультет, но благодаря, наверное, влиянию Владимира Васильевича Федорова, это проектор по учебной работе был раньше, он меня убедил в прелестях педиатрии, и я ему благодарен по сей день тому, что именно педиатрический факультет я выбрал и связал свою жизнь именно с педиатрией, детской хирургией в частности. Наверное, об экзаменах мы поговорим немного позже, потому что я все равно хочу дать слово Ирине Алексеевне. Ирина Алексеевна, когда вы решили стать доктором, врачом, медиком? Сколько я себя помню, я хотела стать педагогом. Это была моя мечта, наверное, самых-самых моих корней, но благодаря маме она меня упорно туда не пустила. Она медик? Нет, она не медик, но она меня не пустила в образование. Нет, даже наши учителя все, когда на выпускном все говорили, мы ее видим только преподавателем, мы ей не отдадим диплом, если вы не разрешите идти в педагогический. Но мама сказала нет, нет, только не туда. Я с подругой поехала поступать в медицинский. Поступила без проблем, училась тоже легко. Но когда пришла работать, я нисколько не сожалею о том, что я пришла в медицину. И мне кажется, даже никогда не было той тени сомнений о том, что поменять или уйти, или переучиться. Ну и вообще, наверное, отработала 25 лет. И награды, наверное, в моей работе, я считаю, можно оценить вот в этом году, на 24 мая, когда была выпускная линейка, ко мне подошла преподавательница русского языка и говорит, Ирина Алексеевна, вы знаете, у нас мальчик в седьмом классе есть, он написал про вас сочинение. Когда мне принесли почитать это сочинение, ну я не знаю, конечно, этому мальчику очень благодарна, но вот это, наверное, был венец этой моей работы. Он написал о вас как врач. Вы помогли ему? Нет, я не знала. Нет, мальчик наш, обыкновенный ребенок. Я бы даже сказала, наверное, немножечко такой задиристый и немножко, да, хулиганистый. Я бы никогда не подумала, что он был. Но я спросила, говорю, наверное, кто-то подсказал написать про меня или как? Он говорит, нет, это была его инициатива. Написала самостоятельно. Вот тогда я поняла, что, наверное... Вы все знают в районе? Ну, в селе, ну и в районе, конечно, знают, да. Ну вот я хочу сказать, что я думаю, вот это была черта тому, что я все-таки пришла в профессию не зря, что я не поменяла это на педагогику. Поэтому я вот так попала в медицину, нисколько не жалею. Ну, я сейчас хочу перейти к тому учебному заведению, собственно говоря, благодаря которому вы все сейчас здесь в студии, но еще, конечно, на своих рабочих местах. Это Алтайский медуниверситет. Из последних новостей, вот в сибирской тройке лидеров профильного образования известное рейтинговое агентство составило, провела опрос. Все сказали, что да, образование достойное. Сколько? 28 тысяч респондентов. Ну, это достаточно серьезная цифра. Скажите, пожалуйста, вот когда вы поступали в медицинский тогда институт, да, наверняка, сложно ли дались экзамены? Насколько был серьезный отбор? Помните ли вы, я не знаю, тех, кто принимал экзамены и тех, кто вот принимал вас потом уже как студентов? Ну, я не знаю, я уже увидела отзыв, да, скажите. Помню, у нас был классический, наверное, набор. Мы писали диктант, это было зачет и незачет. Собственно, основные базы русского языка, а в последующем были у нас профильные предметы, это биология и химия, да, где происходил, собственно, и большой отсев абитуриентов. Конкурс был высокий, порядка, наверное, 5-6 человек на место. Причем в тот год, когда я поступал, на педиатрическом факультете был конкурс больше, чем на лечебном. Всегда наоборот, больше на лечебном, на стоматологическом, а у нас было в тот год больше. С чем это связано, мне непонятно. Ну, и так судьба распорядилась, я поступил. Те преподаватели, которые принимали экзамены, конечно, я помню, потому что они являлись и преподавателями, и учителями, которые нам давали тот багаж знаний, который нам необходим был для того, чтобы быть профессионалом в своем деле. О, имена, фамилии. Ну, я... Сейчас сложно? Не сложно, это мой декан, это Александр Ильич Болгов. Замечательный человек, перед которым я преклоняюсь как перед человеком, педагогом, преподавателем, просто личностью. Это Минолита Ивановна Котова. Это женщина, которая давала и базы основной педиатрии, детских болезней, правила ухода за детскими больными. Это мы, учителя в детской хирургии, это Юрий Васильевич Тен, это Юрий Васильевич Ермаков, Александр Алексеевич Смирнов. Это те люди, которые вышли из той старой школы советской медицины, и которые со своих студентов, со своих учеников требовали пристального, дотошного отношения к своему делу. Хорошо. Сейчас вот Татьяна Владимировна, извините, Татьяна Алексеевна, сейчас прозвучали фамилии, они вам знакомы? Вы, или вы добавите ваших преподавателей, которые вас учили в медицинском? Конечно, знакомы, но я, так сказать, поопытнее, так скажем. Поэтому помню, как экзамены сдавала, причем я не сразу поступила. Пришлось год работать. И потом только тогда, в те годы был, наверное, не помнят даже, вот мой коллега, РАПФАК, такое подготовительное отделение было. Я только через подготовительное отделение поступила, хотя закончила институт с красным дипломом, с отличием. Тем не менее, вот такие трудности были, и я так настойчиво добивалась. И первая наша, как мы ее звали, мама, наша мама Галя, Глазунова Галина Васильевна, да? Тоже знакома с вами. Да, она была наша декан, заведующая кафедрой биологии. Да, потом Анатолий Васильевич Федоров, профессор, заведующий кафедрой, бывший, теперь уже он сейчас в заслуженном отдыхе тоже. Поэтому Вера Васильевна Савенкова, Ильинская Лариса Михайловна, Абраменко Людмила Ивановна, Клименов Леонид Никонорович, наши учителя тоже всем известные, так сказать. Ну, моему поколению и вам тоже, наверное, более молодым. Так что помним, конечно, тем более они долгое время, кто-то еще и работает. Ну, вот кого я называла и работали на нашей. Наша база является клинической базой для Алтайского медицинского университета, для нашего педиатрического факультета. Поэтому все мы тесно после учебы работали. Татьяна Владимировна, вы закончили... Мне было гораздо проще поступать. Я после училища шла. То есть подача документов, собеседование. Наш факультет новый абсолютно, он. Ну, конечно, мы благодарны Ивану Игоревичу Госсен, который декан нашего факультета. Очень нам запомнилась кафедра терапии пропедевтики. Это Климова, Бешевский, Федоров. То есть учиться очень интересно в мединституте. Ирина Алексеевна, как Вы поступали? Как Вы поступали в медицинское училище? Ну, и вот, наверное, такое яркое пятно, или, как сказать, ярким таким человеком в моей жизни была там преподаватель терапии Роменская Ислана Петровна. Запомнилась она тем, что ни один предмет она не вела по конспектам. Она всегда говорила, все рассказывала вот как-то так от себя. И один такой был момент, когда она сказала, Вы даже не представляете, куда Вы сунули голову. То есть врачи – это врачи, а Вы – фельдшера. Вы – недоученные врачи, переученные медсестры. Вы должны знать все и должны быть готовы ко всему всегда. Вот это почему-то мне сильно врезалось в память. Она была права? В принципе, она была права. Она была права. То есть в многие ситуации приходится, ну, немножко быть и педиатром, и терапевтом, и окулистом, и лором. Всем. Так что она была права. Ну, я что хочу сказать сейчас. Что касается медицинского университета, учат даже совсем по-другому. Сейчас оценим, в какой мере по-другому. Вот, в частности, создаётся современный высокотехнологичный симуляционный центр для студентов, а в последующем ещё и для переподготовки врачей. То есть та самая, скорее всего, переаттестация, или поправьте меня, как правильно это называется, процесс. Да, 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 да. Будет используется для переподготовки врачей. Значит, центр размещается на трёх этажах, на Папанинцев, на улице Папанинцев в городе Барнаули. Если кто-то не был, обязательно сходите. И что я вам хочу сказать, мы-то там уже побывали. Сейчас мы покажем, что мы там увидели, а вы потом уже соотнесёте с тем, что видели вы, когда учились в медицинском. Давайте посмотрим. Симуляционный центр Алтайского государственного медицинского университета. Здесь студенты на практике отрабатывают навыки будущей профессии. В центре всё приближено к реальным условиям. Техника в точности, как в современных клиниках. Только роль пациентов выполняют роботы и манекены. Что с вами случилось? Расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Я думаю, рука в том. А почему вы так думаете? Она у вас болит? Да, да. Каждое помещение оборудовано под больничное отделение. Здесь есть стоматологические и хирургические станции, аптечный пункт и даже родильное отделение. Пока роботы-младенцы появляются на свет не каждый день. Эта аудитория работает в тестовом режиме. А вот будущие стоматологи и фармацевты проводят в центре по нескольку часов ежедневно. Именно они в этом году первыми пройдут аккредитацию. Если студенты справятся с испытаниями, то смогут трудоустроиться в больницу или поликлинику, минуя интернатуру. Экзамены пройдут здесь же, в центре. Затем, как будущие врачи выполняют задания, аккредитационная комиссия будет следить с помощью камер видеонаблюдения. У пятикурсницы Валерии Дементьевой уже есть опыт работы. И даже она волнуется. И под прицелом камер семь раз подумает, прежде чем сделать какое-либо движение. Мы находимся один на один с данным манекеном. И уже нас оценивают, как мы справимся одни в клинике, когда будем уже работать. Ну, я уже работаю. Я работаю ассистентом в стоматологической клинике. И я планирую там остаться. Да, уже меня зовут. И я хочу там работать. Барнаульский симуляционный центр «Четвертый» в Сибири. На его строительство потратили более 30 миллионов рублей. Это средства из федеральной казны и бюджета вуза. Со временем такие лаборатории появятся во всех медицинских университетах страны. Дело в том, что планы Министерства здравоохранения таковы, чтобы аккредитация охватывала в будущем не только выпускников медицинских вузов, но и всех медицинских работников. Насколько удачным окажется эксперимент с аккредитацией и подготовкой студентов на роботах, покажет время. Однако в вузе уверены, такая система обучения приблизит российскую медицину к европейским стандартам без потери качества услуг. И я еще раз напоминаю, это программа «Ваш вопрос». Работаем в прямом эфире сегодня, говорим о медиках. Напоминаю, в ближайшие выходные будем отмечать День медицинского работника. Если вы хотите назвать имена, фамилии тех, кто вам помог, обязательно звоните нам в студию. Я напоминаю, телефон на прямом эфире. Для жителей города Барнаула 5 5 0, для жителей Алтайского края 8 800 718 02. Звонок бесплатный. Я возвращаюсь к гостям в нашу студию. Мы сейчас посмотрели видеоматериал. Вот такой замечательный современный центр у нас теперь есть на базе медицинского университета. Когда вы учились, такого не было, правильно? Да, не было такого. Не было такого. Хорошо, что не было такого? Или жаль, что не было такого? Вот сейчас каких больше ощущений? Хотели бы попробовать, не знаю, там, реанимировать вот того самого пациента, который сейчас нам показывали? Мне, кстати, сейчас… Мы можем это сказать, правильно же? О том, что руки у реаниматора стояли неправильно. Ну, это же студент, он научится в конце концов. В конце концов, научится. Для этого и существуют манекены, да? Да. Итак, что скажете вот по поводу такого центра? Андрей Вилович, можно научиться оперировать? Нет. Сейчас существуют роботизированные центры фирмы «Карл Шторц». Это один из основных лидеров эндоскопической хирургии, куда приезжают, ну, по сути дела, уже готовые доктора, они учатся этому всему. С помощью таких центров, конечно, они необходимы для базового освоения знаний, для получения знаний студентами и будущими докторами. К сожалению, сейчас, я не знаю в деталях по поводу интернатуры, ординатуры, как это будет, потому что в сюжете прозвучало то, что успешно сдадут, да, они будут работать. Но они будут работать в поликлинике наверняка первые несколько лет, а потом будут проходить ординатуру и становиться врачами более узкого профиля. Ну, по году там, по-моему, она должна отработать терапевт. Три, да? Три года, да. Три года, да. Должна отработать и воропевтом, или педиатром, а далее уже учиться. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, а на что они будут жить эти три года, да, когда они Потому что там оплата совсем другая. Потому что у нас оплаты определенные, там тарифные сетки существуют, и молодые доктора, они получают мизерные деньги, да. Ну, мы сейчас говорим о знаниях. Мы сейчас говорим о знаниях. Ну, они нужны. Конечно, эти центры нужны, но, конечно, еще необходимо живое общение с пациентами. Вот, я хотела об этом тоже поговорить. Давайте буквально через минутку. У нас сейчас есть звонок. Позвонил нам телезритель. Вот сейчас будет такое общение с потенциальным пациентом. Здравствуйте. Вы в эфире. Как вас зовут? Владимир Михайлович. Очень приятно, Владимир Михайлович. Откуда вы? Я из города Барнаула, в Ромах, в Валюбийстве. Хочу поблагодарить полицию номера 1. Травматолога, Титова Виктора Владимировича. Очень добрый. Я в тряседине человек, относится к больным хорошо. Праздник мой. Здоровья его. Всех благ. Спасибо большое за эти слова. Ну вот, травматологи получили свою порцию поздравлений, свою порцию благодарности. Приятно, согласитесь? Конечно. Мы поговорим о том, как приятно получать благодарность. Я думаю, в конце нашего эфира и вспомним какие-то случаи, когда благодарность была особо приятна. А мы сейчас вот все-таки перейдем к тем знаниям, которые можно получить вот в подобных центрах. Общение с пациентом. Этому же тоже нужно учиться. Вы помните, как первого пациента своего помните? Первого пациента нет. Вы знаете, я не помню первого своего пациента. Почему? Потому что я проходил после второго курса, была у нас санитарская практика, так называемая, но я проходил санитарскую практику в райцентре, в ЦРБ. И, конечно, ЦРБ – это уникальный опыт для общения с пациентами, потому что люди, которые живут в селе и в деревне, они более открытые, чем городские жители. Но в то же время они более требовательные в чем-то. В общении, мне кажется. Да, наверное, в общении. Но, кроме того, опыт приобретает молодые доктора, приобретает, работая в ЦРБ, не зря раньше при распределении посылали в ЦРБ, а последующий, может, человек, который прошел определенный путь, он возвращался в город уже более подготовленным, более грамотным и устраивался работать в более крупной клинике. Базовый, конечно, необходимый набор – это, как раньше учили, это учиться необходимо не только общаться, необходимо найти общий язык с пациентом. Прежде всего, это немаловажный аспект. И научиться видеть пациента, его в совокупности не как определенный… Набор органов. …какой-то, да, набор, вот что-то болит. А это человек, у которого есть свои жалобы, да, это… У него своя жизнь есть где-то там за пределами больницы. И для этого требуется время. Да, Ирина Алексеевна наверняка очень много говорит, потому что у нее сколько человек могут прийти и пожаловаться к вам? Ну, вот когда я работала одна в селе, у нас даже бывали случаи, да часто просто приходили бабушки, приходили дедушки просто поговорить. Поговорить, конечно. И иногда приходят даже, может быть, одно и то же лечение, начинаем говорить, начинаю расписывать лечение, и понимаю, что это им не нужно. Они пришли, выговорились, там у кого-то дедушка загулял, или еще какая-то в семье проблема, или там с дочерью что-то поговорила, стало легче. Ушли, даже идут просто за этим общением. Были случаи, что приходили просто за советом, как поступить в той или иной ситуации. И когда, наверное, к тебе идут не просто как к медику, а идут к человеку, которому можно излить душу, это тоже многого, наверное, стоит. Но и с людьми нужно разговаривать. К сожалению, у нас сейчас медицина, можно сказать, завалена бумагами. И когда сидишь на приеме, не всегда бывает возможность говорить с людьми. Но вот моя позиция, даже когда назначаю какой-то препарат, я стараюсь донести до человека, для чего нужен этот препарат, для чего он будет пить эту таблеточку, не просто так, чтобы он ее выпил бездумно. И когда человек понимает, то есть когда с ним поговоришь, когда он понимает, что этот препарат ему нужен для такой-то, для такой-то цели, что он сделает то-то, 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 они, мне кажется, и принимать их начинают более регулярно, и соблюдать все правила приема препаратов по-своему. Так что, я думаю, общение здесь очень много значит. Ну да, действительно, этому вряд ли научишься на тех манекенах, которые представлены в симуляционном центре. Ну, что касается работы медицинской сестры, Татьяна Владимировна, у вас наверняка еще интереснее опыт общения. Видите, у нас уже люди отобраны, у нас последний этап оказания помощи в краевой больнице, соответственно, у нас они приезжают не поговорить, а уже целенаправленно на получение какой-то проблемы, на решение этой проблемы. Вот, поэтому как бы уже мы работаем целенаправленно на устранение той причины, с которой они поступили к нам. Вы говорили, что работали, вот когда в урологическом отделении, очень много было пожилых людей. Там разве поговорить не хотелось? Там, да, начинала я свою трудовую деятельность 24 года назад в отделении общей урологии. То есть там, конечно, отделение очень большое, 80 человек. Работать было в 92-м году некому, одни студенты, и мы вот такие приехали. Нам было все интересно. Мы даже не больше работали из-за денег, а сколько вот тот такой случай, тот такой случай. Мы приехали вдвоем с подругой, со школой мы с ней вместе. Я с дежурства, она на дежурство. И мы вот друг к другу ходили, какой у нее случай, какой у меня случай будет завтра. Все это было интересно, было страшно. Все это было новое, страшно было ночью. Контингент больных был пожилой. То есть сейчас уже действительно много эндоскопических методов лечения. Уже нет таких операций, которые их делали раньше больших, полостных. Вот это тяжелое восстановление, да, получается, пожилой человек, еще и полостная операция. Вот как раз это ваши случаи, да, были? Ну, это аденомоктомия, да, это большие операции в урологии, это дедушки 70-летние, 80-летние. То сейчас делается тур, все это быстро, легко. Ну, приятно же, когда с таким дедушком ухаживает молодая и красивая сестричка, да? Ну, наверное, да. Ну, да, действительно. Давайте я прежде чем перейду к Татьяне Алексеевне. Я хочу, давайте выслушаем, пожалуйста, нашего телезрителя, который тоже хочет сказать что-то приятное, надеюсь. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, я Каратаева Александра Георгиевна, город Барнаул. Александра Георгиевна, вам слово, ваш вопрос. Я хочу поздравить коллектив 10-й поликлиники железнодорожного района города Барнаула с профессиональным праздником и выразить благодарность заведующей терапией Стыцковой Юлии Александровне и терапевту Кащеевой Наталье Геннадьевне за чуткое, внимательное отношение к нам, пожилым людям. Праздником вас, любимые, дорогие наши доктора. Спасибо большое. Приятно сейчас не только тем врачам, к которым вы обращаетесь, приятно и всем тем, кто сейчас находится в студии, потому что врачи, которые работают в поликлинике, это врачи на передовой, то есть это те, которые принимают на себя основной поток, которым, собственно, предстоит распределить дальше, определить, насколько человек нуждается в лечении, в каком лечении он нуждается. Итак, Татьяна Алексеевна, если говорить о вашем опыте, о вашем первом пациенте, где учились общаться? Бесспорно, такие формы обучения современной, они очень важны, особенно в наше время, когда, к сожалению, студентам более, ну, практически намного меньше времени выделяется для работы практической именно с пациентами, у постели больного, как мы говорим. Но когда вот я начинала работать, я даже не проходила интернатуру, как сейчас обязаны в краевых лечебных учреждениях пройти, а сразу меня направили после института в центральную районную больницу. И вот представьте мой, так сказать, страх. Ну, я помню своих пациентов, я работала в отделении в детском, причем одна, и помню, звали ее Наташа, девочку эту. Ну, теперь она уже, конечно, взрослая. С диагнозом, конечно, я тогда перемудрила, поставила более сложный, а оказался банальный апистархоз, да, но он вот такую клинику имеет, мимикрическую. Поэтому еще очень важно, вот когда, так сказать, я закончила институт, что в краевых клинических, в краевых лечебных учреждениях, в частности, в краевой клинической детской больнице принимали врачей, которые прошли вот как раз работу, имели опыт работы в сельском здравоохранении, в центральном районном больнице. Коллега мой сказал, что действительно там приобретаешь уникальный опыт работы и уже опытный специалист. Вот, поэтому я вот за эту форму. То есть это именно правильно. Мы с вами немного продолжим разговор именно на эту тему чуть позже, и сейчас снова выслушаем телезрительный звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Андрей. Здравствуйте, Андрей, где вы живете? Я живу в Барнауле. Хотел бы поблагодарить врачей, так скажем, и поздравить их с праздником предстоящим. Вот год назад прижал в больнице в четвертой, и отдельно хотел бы сказать большое спасибо врачу, Контюкову Евгению, и также его отдельно поздравить. Он мне делал операцию, соответственно, очень хорошо проделал, я очень доволен, и, в принципе, сейчас ничего не беспокоит. Хотелось бы побольше таких врачей. Ну и, соответственно, всех врачей в студии, и, в принципе, в целом, всех врачей Алтайского края. Спасибо. Спасибо большое. Вот такой хором звучит. Вам, наверное, здоровья. И чтобы, если встречались с врачами, то только по праздникам. Ну, мы продолжаем. Когда мы смотрели сюжет о том самом современном центре, Татьяна Алексеевна, я обратилась за кадром к Татьяне Алексеевне, и говорю, ну, как бы, разве можно на таком вот пациенте искусственном отработать какие-то навыки? А мне сказали, а вы хотите попасть в руки вот этому вот студенту? Я подумала, что я не очень хочу попасть в руки. И, как сейчас говорят, ну, как-то студентов учат по-другому. Может быть, они стали не такими внимательными. Вы разделяете это мнение? Татьяна Алексеевна и ответит. Студентам доверять можно? Ну, всегда как-то это молодое поколение, да, сомневаешься. Мы были вроде бы лучше, да. Ну, каждое поколение... Ну, вы в семье проходили практику, а тут как-то... Сейчас вот эта система образования, конечно, она не лучше, так сказать, в сравнении с нашей, с советской системой обучения. Поэтому, в принципе, радости. И я преподаю, совмещаю доцент кафедры Организации здравоохранения. Вы стройте преподаватель? Да, доцент кафедры. Ну, думаю, да. У вас автоматом что-то можно получить или нет такого теперь уже, в принципе? Вы знаете, вот эти тестовые системы, которые мне непонятны, я, конечно, против, но... Используем. Так, что теперь остается делать? Ну, мне кажется, наша молодежь более такая инфантильная в этом плане, в сравнении вот с нашим поколением. Спасибо. К сожалению, вот так. Андрей Владимирович, а к вам студенты приходят на практику? Да, они приходят к нам на практику и по совместительству являясь ассистентом кафедры детской хирургии. Вы знаете, всегда был, наверное, конфликт поколений. Не посмотришь, старшие всегда говорят, что молодые – это плохие, да? Но сейчас поколение совершенно другое. Это поколение гаджетов, это поколение Next. Они живут в более ускоренном темпе. И сказать, что они плохие, ну, это неправильно говорить, потому что они плохие. Они умные дети, они постоянно в гаджетах, они учат языки, они стремятся жить. Очень много молодых студентов, которые стремятся, если он целенаправленно, не по требованию родителей пошел учиться, и он хочет учиться, он будет учиться. Он будет учиться так же получать знания, как и мы получали. Может быть, в чем-то лучшее, потому что прогресс всегда идет. И медицина, она идет всегда мелкими шагами, потому что медицина, она консервативная. И какие-то революционные действия в медицине, да, вы посмотрите на Нобелевскую премию в медицине. Это 15-20 лет назад, когда это были. Это фундаментальные исследования, их очень сложно сделать сейчас. Несмотря на то, что сейчас очень много аппаратуры, да, очень много оборудования, которое позволяет диагностировать, лечить. Робототехника, другая техника, мониторы, слежение, все это. Но поколение Next это, оно будет делать медицину. Оно общаться умеет. Да, оно умеет общаться. Но оно умеет общаться, наверное, не так, как поколение предыдущего, вот прошлое поколение. Но нельзя его говорить, что это плохое поколение. Хорошо. Мы продолжим разговор о тех, кто придет после вас, кто придет сейчас к нам в больнице после того, как выслушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте. Это поздравление из Заринска. Я Блинова Надежда Андреевна. Я временно проживала в Барнауле и пришлось мне полечиться в 14-й поликлинике. Хочу поздравить врача-невролога, городской поликлинике номер 14, Головлеву Оксану Владимировну и весь коллектив поликлиники. С днем медицинского работника. От всего сердца желаем здоровья, успехов в работе, уважения и любви. Низкий поклон Оксане Владимировне. Это врач просто от Бога. Очень хороший невролог. Она помогла мне в трудную минуту. Спасибо вам большое. Спасибо большое за такие слова теплые. Обязательно передадим их в 14-й поликлинике. Ну вот еще одно поздравление, да, еще одно пожелание уже из Заринска. А вот я хотела обратиться к Ирине Алексеевне. Мы сейчас с вами говорили о новых молодых специалистах. А вы себе преемника присмотрели? Нет, к сожалению, нет. Пока фельдшера неохотно идут работать в сельскую местность. То есть молодежь вообще как-то старается уезжать из села поближе к городу, в центре. Перед глазами же такой пример, как вы. То есть человек, которого уважает не только весь район. Может быть, но я вот свою дочь, например, вспоминаю, говорю, Лена, как я у нее говорю? Ну пойдем в медицину. Она говорит, нет, мам, я посмотрела, нет. Только не в медицину. Ну пока преемника нет. Хотя должна сказать про студентов. К нам приезжали девочки, на практику были. И я могу сказать, что девчонки молодцы. То есть я не думаю, что у нас студенты плохие. Нет, они хорошие. Действительно, у них, может быть, не хватает общения. Может быть, они говорят мало, мало разговаривают с пациентами. Может быть. Ну, я думаю, все это придет со временем. Когда я была на вечере встречи выпускников со своей классной руководительницей, она мне говорит, Ирина, это ты? То есть в школе я практически не разговаривала. Меня было не видно и не слышно. И когда я приехала, спустя, по-моему, или 5, или 10 лет мы встретились, и она мне говорит, я тебя не узнаю. Профессия зазовая, да? Ты не замолкаешь. Да, поэтому, наверное, все это. Но я думаю, что молодежь, которая придет работать, она этому научится. А так молодцы девчонки приходят. У нас пришла молодая терапевт. Тут с первого числа пришла к нам работать во врачебном амбулаторию. Довольно-таки, мне кажется, грамотная девочка. Она так хорошо общается с людьми и разговаривает, тоже пытается объяснить, что-то донести для людей. Но еще наша профессия, вот фельдшера, то есть мы все равно считаемся передовое, наверное, звено и больше направлено на профилактику. То есть нам положено разговаривать и положено доносить. Если доктора лечат, то мы все-таки должны немножечко не допустить этой болезни. То есть мы должны немножко научить людей, как не заболеть. То есть все-таки профилактика, мне кажется, должна нести свою роль. Раньше говорили, в последнее время как-то, что неактуально. Или я слышу от фельдшеров, говорят, вот нас не слушают, или сам просветработа не действует. Неправда, она действует. В этом году мне удалось несколько раз побывать в нашей школе, в Павлозаводской. Я приходила в классы, учительница уходила. Мы оставались наедине с детьми, и дети-то хотят узнавать и хотят слушать. И слушают они очень внимательно и задают очень много вопросов. Поэтому все-таки наша задача идти к людям, не ждать, когда к нам придут. А вот задача фельдшеров именно на селе прийти и донести им ту информацию. Я бы очень хотела, чтобы возобновились школы. Школа сахарного диабета, гипертонической болезни. Да, школа Ювента когда-то у нас работала. И вот я помню, был такой момент, девочка, читали статью про аборт. И была там такая последняя фраза, не буду все пересказывать, была последняя фраза. И мама сегодня меня убила. И когда прочитала эта девочка, как она сидела и плакала, она была вот в таком, я рассказывала о вреде аборта, и вот этот шок, наверное, на глазах у девчонки, я вот, наверное, запомнила всю жизнь, но думаю, что она точно аборт не сделает после этого. Поэтому вот так. Вы сейчас говорили о вот школах, как правильно сказать, как контролировать давление. Школа гипертонической болезни, школа сахарного диабета. Я вот готовилась, когда к выпуску нашла вот такую информацию, что раз в год лучшие врачи России по приглашению Лиги здоровья нации проводят бесплатные приемы, но это в Москве. Вот в этом году, это случится буквально вот в 20-х числах, в одном из павильонов ВДНХ соберутся те самые лучшие врачи страны, и там несколько тем, да, у нас получается сердечно-сосудистая система диагностика, будут и обучать, и проверять зрение, и патометрия, стоп, да, поправьте меня, слово медицинское, ну, в общем, это, видимо, что-то направленное на плоскостопие, да, на деформацию стопы. Это патометрия, да, это патометрия, да, да, да. Вот, вот такие вот уголки здоровья, я знаю, что они сейчас часто появляются по краю, ну, по крайней мере, вот в Павловске. В аптеке, в нашей аптеке. В аптеке, да, вот скажите, в вашей аптеке, да, появился такой? Да, появился, вот недавно открылся этот центр, сегодня буквально я была свидетельницей того, что женщина, там можно измерить рост вес, то есть провести антропометрию, можно измерить уровень артериального давления, уровень сахара в крови, и женщина пришла, то есть пока получала препарат, она пришла вот с той просьбой, чтобы померили сахар в крови. Ну, конечно, эти уголки нужны. Единственная проблема, например, когда померить сахар в крови приходит, вот мы же знаем, что нужно его измерить там натощак, чтобы он показал правильный уровень. Она пришла часов в 12, померила, но все равно с какой-то коррекцией. Здесь же пригласили специалиста, которая с ней побеседовала. То есть вот такие уголки нужны. Я считаю, что это очень правильно, когда они будут открываться. Если их будет побольше, то, может быть, это будет и хорошо. В Барнауле, в каких-то поликлиниках, в больницах существуют какие-то вот такие вот небольшие участки, придя в которые можно получить там экспресс-консультацию, то есть вот измерила уровень сахара в крови, да, и знаешь, идти тебе на прием, или можно еще дальше не обращать внимания на какие-то симптомы. Да, если можете, то ответьте. Несмотря на то, что мы высоко квалифицированное многопрофильное лечебное учреждение, оказываем именно специализированную высокотехнологичную помощь, тем не менее профилактической работой мы занимаемся. У нас работает шесть школ для родителей, тоже школа сахарного диабета, астма школа. Работает у нас центр здоровья для детей, которые активны к вам приезжали. Да, они приезжают, работают со школьниками в школах, и бесплатно, без записи принимают всех нуждающихся пациентов, маленьких с родителями, ведут профилактическую большую работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике всех вредных привычек, выезжают, вот сейчас летняя здоровительная компания, выезжают будут в лагеря оздоровительные, уже план, график утвержден, главным управлением по здравоохранению. Поэтому, конечно, это нужное дело, и профилактическая работа, это, ну, вообще-то всегда она считалась основным, одним из основных разделов нашей работы, медицинских работников. Вот, уважаемые гости, у нас уже не так много времени эфира остается, я бы хотела перейти к нашему следующему этапу, мы обязательно в каждой программе выходим на улицы города и общаемся с жителями, с приезжими, с гостями города. На этот раз нас интересовал такой вопрос, как кто из наших телезрителей, из тех, кто сейчас ходит по улицам, может оказать первую медицинскую помощь. Ну, казалось бы, что сложного, да? Все мы когда-то этому учились. Давайте вот сейчас посмотрим, какие ответы мы получили от горожан, от приезжих, и с вами уже потом поговорим, какими же навыками всё-таки надо обладать. Давайте посмотрим. Вы знаете, как первую медицинскую оказывать помощь? Да, знаем. Смотря в каких ситуациях. Какую помощь знаете, как оказывать? Ну, тонеть человек. Тонеть человек, достать человек, по максимуму попытаться извлечь жидкость из лёгких, то есть это массаж сердца и, ну, искусственное дыхание, подложить под ноги, ну, там, сантиметров 10-15, какой-нибудь материал, чтобы приток крови был к мозгу больше. Ну, это, как бы, основные принципы ОБЖ, школы, с института. Нужно его вытаскивать, ну, взять за руку, то есть, допустим, вот так. О, показываете. Вот, и плыть. Чтобы человек вверх лицом был, вытащить его на поверхность, посмотреть, ну, как, дыхательные пути ему, рот открыть, чтобы вода вышла лишняя, ну, и сделать искусственное дыхание. Откуда такие знания? В медицинском учимся в университете. Приходилось применять знания? Ну, только на практике, когда практику сдавал в реальных условиях, нет. Как первую медицинскую оказывать, знаете? Ну, примерно, да. Тонет человек, например. В какой ситуации? Тонет. Тонет, надо его сзади прихватить под подмышки и тащить, если женщина, можно за волосы. В принципе, коса позволяет. А дальше? Ну, вытащили. Ну, вытащили на берег, потом нужно, чтобы вода вышла на бок, человека наклонить, либо ему на грудную клетку нажать. А умеете делать массаж сердца искусственного? Ну, когда-то, да, учили. В школе вот у нас, мы это делали, да. Знаете, как искусственное дыхание делали? Знаем. И так знаем, и рот в рот знаем всяко. А где вас учили? Нигде, в школе, ОБЖ. Не искусственное дыхание никогда не учили сделать? Нет. Утопающим тоже не поможете? Помогу. Чем? Руки так вот поделают. Нет, искусственное дыхание, нет, не рассказывали. Итак, это программа «Ваш вопрос». Сегодня мы поздравляем наших медицинских работников. Напоминаю, в ближайшие выходные отмечаем День медика. Вы еще успеваете позвонить и сказать какие-то добрые слова. Напомню, телефоны прямого эфира для жителей города Барнаула 5 5 0, для жителей Алтайского края 8 800 718 02. Ну а мы продолжаем. Мы сейчас услышали варианты, те, которые нам предлагали на улицах города, жители, гости Барнаула. Итак, что из тех вариантов спасения утопающего, оказания первой медицинской помощи, показалось вам самым достойным? После каких манипуляций человек выживет? Вот подложить под ноги что-то, валик, убрать лишнюю жидкость. Ну то есть были рациональные какие-то моменты? Да, конечно, были рациональные моменты. Перед вашим эфиром у вас был сюжет, когда сегодняшний сюжет, спасатели МЧС, они... Доходчиво рассказали. Да, доходчиво и показывали, и объясняли, как правильно оказывать первую доврачебную помощь утонувшему человеку. Ну это должен знать каждый. Ну понимаете, когда возникают такие ситуации, не дай бог, чтобы они возникали вообще, да, многие люди просто теряются. Конечно. И те навыки, которые они знали, они просто не могут их воспринимать в силу стресса какого-то. Для того, чтобы эти навыки осуществлять, необходимо все это доводить до автоматизма. Это должны делать люди специальной профессии, это должны делать люди, работающие в МЧС, служащие в органах внутренних дел, или врач, если дай бог он оказался рядом. Вот, Андрей Владимирович, сколько у нас историй таких было, что врач совершенно случайно оказался рядом и спас жизнь. У вас было такое, что вы совершенно не по работе, поехали отдыхать, там, еще что-то, и… И слава богу, у меня таких случаев не было. Не приходилось. Да, слава богу, у меня таких случаев не было, и дай бог не будет. А у знакомых не слышали, когда вам говорит коллега, ну вот, поехал отдохнуть, пришлось поработать. Нет, у меня был случай, когда я летел в самолете, у пожилого мужчины возник гипертонический криз, и благо были лекарственные препараты, пришлось сдать, но самолет вынужденно осуществил посадку в одном из городов, в Сибири, это в Красноярске, и больного сняли с борта и доставили уже в лечебное учреждение. Потому что там был риск инфаркта миокарда. Это вы… Ну, они спросили, есть врач на борту или нет, да, ну, там оказался анестезиолог, он начал, но я подошел, и уже благодаря препаратам… Как удачно, что одним самолетом летели несколько врачей. Да. Скажите, пожалуйста, Ирина Алексеевна, у вас наверняка и личная жизнь, и работа, все это завязано, наверняка телефон не отключается, а вот вы в нерабочее время где-то там, за пределами… делами там, фельдшерского пункта, приходилось вам оказывать какую-то помощь? Ну, сказать, чтобы вот я куда-то уезжала где-то на отдыхе или где-то такого у меня не было, но работа фельдшера, наверное, предусматривает работу 24 часа в сутки. Естественно, единственное, последний как-то год-два в связи с тем, что у нас изменилась сама система здравоохранения, то есть стали выезжать, работать, вернее, станции скорой медицинской помощи, которые обслуживают население в ночное время, и ночные вызова, и вот эти вызова после 18 часов как-то стали реже, можно сказать. Ну, звонят, консультируются, можно сказать, постоянно по вот этим вопросам. Ну, а случаев было очень много, были и роды, были и смерти, и было все, по-моему, вся моя работа состоит вот из таких случаев. Если их вспоминать, то их будет очень много. Вот один из последних, которые вы говорили, когда вот пришли, я спросила, когда в последний раз приходилось экстренно там выходить, выезжать? Да, я считаю, что это незначительно было, это был обыкновенный банальный гипертонический кризис, даже его нельзя сказать гипертонический кризис, повышение артериального давления, плюс там была мужчина-межреберная невралгия, началась паника, что появилась боль вот такая, что вот он, все, у меня инфаркт, инсульты, что у нас ведь и понапридумывали, ну, сняли давление, и все обошлось. Я считаю, что бывают более, гораздо тяжелые случаи и более серьезные, когда требуют, вот действительно, как сказала коллега, нужно не растеряться и нужно, наверное, собрать в кулак вообще все свои эмоции. Вот это, наверное, в оказании первой медицинской помощи имеет очень большое значение. И когда я прихожу вот на какой-то вызов, естественно, если какой-то тяжелый вызов, когда кругом бегают, суетятся родственники, может быть, я немножко веду себя грубо, то есть я требую, чтобы все лишние люди посторонние ушли, остается один-два человека, которые более адекватно, на мой взгляд, себя ведут с пациентом, которые могут что-то помочь, да. Часто ходит мой муж, хотя он вообще не медик, но бывают такие случаи, что, особенно если ночью он никто не бросает, хватаем сумку и бежим, ходит и он. Вот это отлично. То есть благодарят еще не только вас, но и его. И вот я хочу задать Татьяне Владимировне вопрос. Было у вас такое в практике, что помогали не на рабочем месте? Много, но было. В классе восьмом я спасала девочку из речки, она у нас тонула. И вот буквально месяц назад, видели, наверное, по телевидению было, в Миногорском тракте авария, где машина обняла столбик. Это было прямо перед моим окном, когда прибежали соседи. Вышла, забинтовала голову, увезла скорая. Все, ну вроде мальчик, жиг, наложили семь швов. Я просто потом интересовалась, позвонила в первую городскую. Жиг. Отлично. Отлично летний мальчик. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы оказались именно в том самом месте. Ну и все-таки, Татьяна Алексеевна, вспомните какой-то случай у вас или, может быть, у ваших знакомых? У нас остается уже минутки три на все про все. Ну вот в силу своей специфики работы я уже организую, как раз больше организую такие семинары по оказанию неотложной помощи. Вот недавно как раз семинар был по летней здравительной кампании, методическое сопровождение нашим докторам, работающим в здравительных учреждениях. И, конечно, приходится им оказывать неотложную помощь. К сожалению, бывают случаи и утопления детей, и укусы змей в летний период, отравления часто тоже бывают, к сожалению. Поэтому действительно обучение специалистов и доведение до автоматизма, так сказать, это главное в нашей профессии для оказания неотложной помощи. Именно такой вот на высоком уровне, чтобы действительно эффект был. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Я вот пользуюсь уже служебным положением, хочу сказать большое спасибо Карповой Вере Юрьевне, которая никогда нас не оставляет, всегда готова дать комментарии. Ну и если что, принять помочь. Карпова Вера Юрьевна – это заведующая терапевтическим отделением третьей поликлиники города Барнаула. От нас большое вам спасибо. Ну и вот сейчас нам нужно уже заканчивать программу. У нас остается буквально минута, если у вас нет никаких пожеланий, нет никаких слов благодарности. Будет? Нет? Тогда мы все это скажем за эфиром. Я хочу тогда еще раз представить гостей в нашей студии. Итак, на вопросы телезрителей отвечали. Прежде всего, я хочу представить гостю из района, Павловский район. Спасибо, что приехали. Большой Ирина Алексеевна у нас была в гостях фельдшер Ирина Дегтярюк. Дегтярюк. Очень приятно, очень приятно с вами познакомиться. Далее, на вопросы телезрителей отвечала Татьяна Владимировна Ануфриева. Это старшая медсестра отделения краевой клинической больницы. Спасибо вам большое, Татьяна Владимировна. Также у нас в гостях сегодня была поздравление получала Татьяна Алексеевна Осанова, заместитель главного врача Латайской краевой клинической больницы. Спасибо вам большое. Ну и, наконец, хирург, заведующий детским хирургическим отделением детской городской клинической больницы номер 7. Да, Андрей Владимирович Бойко. Спасибо вам большое, Андрей Владимирович. Ну и я, вот у меня буквально остается несколько секунд. Я хочу пожелать вам здоровья и успехов. Всего доброго. Я напоминаю, что телезрителям в эфире была программа «Ваш вопрос». Увидимся совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»